у кого есть около сквоз 2 и посмотрите порнушку вот я к этому приложил руку мобильный привил супер примитивный бизнес я могу тебе рассказать кейс как можно деньги заработать в крипте на мобильных приложениях мы поняли что работать с чуваками которые тебе могут за что-то заплатить там от 100 до 1000 долларов это вообще опасно и ему страховая банковских карт банк вернула все 100 тысяч долларов на карту до копейки ты не в их цене они даже на это могут не смотреть и подумать что это скаминок а здесь у каждого второго охранника есть про семья bitcoin 20 процентов китайских криптохолдеров владеют 100 плюс тысяч долларов на счетах я вам дал эксклюзив такого как бы ну не было нигде всем привет у нас сегодня в гостях никита ануфриев хедлайнеры главный подкаст который превратился уже давно по крипте а начинался не скрипты а ну тогда давай тогда коротко во первых просто для нашей аудитории однозначно да ты новый герой вот поэтому ты представься тот свой короткий путь вот последний крупными мазками начиная там от института и как тебя занесло вообще в youtube в крипту и вот чем сейчас занимаешься вообще слушай классно я предприниматель сейчас я говорю что у меня два основных направления это по сути ютюбчик хедлайнеры главный русскоязычный подкаст по крипте и арбитражная команда мы арбитражим трафик с ютюба из мобильных приложений я с 11 года в трейдинге но я не торгую активно но коснулся первый раз в тринадцатом году построил ясно моби это крупнейшая компания была по мобильным сайтам мы первые россии делали мобильные сайты шестнадцатом году большой такой виток это продуктовый опыт компания denim zolushka project содержанки онлайн по сути там крупнейший русскоязычный сервис sugar baby отношения по расчету дейтинг 1 и 2 миллиона пользователей и потом в девятнадцатом году exit и двадцатый год три провальных стартапа в сша тотальное банкротство то есть я как бы там обнулился продал тачки заложил квартиру было больно двадцать первом году поработал по найму сипио в компании дремка мы делали live cam webcam контент виаре виртуальной реальности поэтому кое стекло сквозь 2 и смотрите порнушку вот я к этому приложил руку познакомился с да 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 знаешь познакомился с интересными ребятами я знаю там ребят из топ менеджера порнхаба x-хамстера стрипчата ну то есть таких топовых площадок и потом занялся детьми детский проект сделал вот у меня было мобильное приложение для детей 1000 идей чем заняться с ребенком от двух до пяти лет у тебя в кармане которые мы также подняли инвестиции в долине также провалили бабки провалили этот проект никому ничего не нужно и я вот знаешь потом спустя поиски пришел концепция хедлайнеров и концепция мобильных приложений того чем сейчас занимаюсь идея супер простая я понял что 25-летние ребята зарабатывают условно ездят на ламбах да если мы не берем с камеров кто мне было интересно как это вообще работает я просто снял 10 подкастов то есть или погавы даже встретился поговорил с ребятами кто словно там до 25 лет заработал на ламбу и понял что блин я всю жизнь занимался мобильными прилами серёга овсиенко наш определенный бы на меня повлиял очень сильно наверное изменил вот мой подход и я занялся тем что я умею мобильными прилами трафиком и вот за следующие там полтора два года мы построили супер успешный бизнес сейчас более 60 человек в команде там больше 50 мобильных приложений из которых еще там 300 забаненных сейчас это 16 youtube каналов под управлением и хедлайнеры как хобби то есть хедлайнеры для меня вообще как ты правильно сказал это случайно стало таким главным русскоязычным подкастом про крипту потому что это начиналось просто как подкаст а потом я просто прокатился на хайпе какой первый хайп степана потом хайп арбитража трафика и арбитража крипты залетели ролики про арбитраж трафика и потом все уже понеслось все стало очень просто и занял нишу знаешь такую вот там вы криптус я не знаю славе кого не возьми вы типа ребята которые прям про крипту которые строят бизнес крипте которые зарабатывают на крипте и вы на это тратите все свое время а я занял нишу такой знаешь воронки чуть выше вас когда фактически я предпринимателей людей с капиталом инвесторов чуть более широкую аудиторию знакомлю с криптой приглашая таких классных ребят как вы которые на этом зарабатывают задавая вам вопросы вот тупые условно говоря для себя тупые пытаясь разобраться в теме вот просто знаешь это чисто меня спрашивают как получилось до методом проб и ошибок мы нашли эту нишу и это работает это пользуется спросом и сейчас очень большой план на следующий год мы уже в следующем году я хочу сделать крупнейший англоязычный подкаст по крипте потому что в америке в штатах в английском сегменте такого нету то есть большинство контента в крипте выглядит как вот как вы чуваки которые сидят перед камерой и с умным видом говорят на французском языке кучу умных слов и кто-то пытается внедрять вот подкасты интервью хи но вот как будто бы это ниши еще свободно я туда цели вот наверное такой экскурс применял в целом в целом в целом нормально но я смотрю у тебя канал довольно быстро растет у тебя уже там вот скоро будет 90 тысяч подписчиков еще чуть-чуть и будет уже кнопка вот у нас кстати прикладные вопросы я думаю это капец многим будет на самом деле интересно вот про приложение вот у нас допустим где это дилемма любую любого до стартапа вот любых чувак а вот мы делали что-то в интернете у нас начал стрелять короче airdrop hunter ну прям полетела да и у нас сразу такое то надо делать при у короче вот как как надо ли и во первых делать если делать как как я загружу ты можешь такими тоже крупными мазками отговорить нас делать или сказать как делать как это сейчас происходит я могу тебе рассказать кейс как можно деньги заработать в крипте на мобильных приложениях были чуваки они сделали кошелек ledger мобильное приложение на ios собрали все сид фразы и уехали в туман но я думаю что потом уехали в места не столь отдаленные сложная штука относительно ниши объясню почему у меня была мысль делать прилки по nft всякие nft билдеры но мы их там сделали и вывели там буквально 10 20 долларов в месяц сложно то есть вроде бы как бы напрашивается но мы с вами даже это обсуждали этот вопрос но я не увидел спроса то есть знаешь как бы вот есть такое же не надо находиться там где твои клиенты и вот в мобильной нише как таковых прил именно прямого спроса поискового да на вот такие прилы крайне мало пока то есть в основном какой спрос какой весь трафик мобильных прилах как продукты продвигаются по сути что ищут ищут бирже то есть когда хотят скачать байбет а могут что-то скачать хвостом да или когда ищет какой кошелек и не знаю этот раз валит или чего-либо тоже что-то прилетает хвостом либо когда ищут кошельки например там какой тон кошелек или там мета маск то есть иногда можно что-то зацепить косвенно на втором или там или в рекламном месте но у такого прямого трафика что типа ищут аирдропы в story или в google play такого трафика нету и получается у тебя вопрос в чем ты хочешь сделать продукт прилу чтобы она тебе как-то помогала давайте пример объясню что эти как-то помогала короче твоему основном бизнесу да как-то его монетизировать или она сама генерировала бабки как вот бизнес единица скорее всего второе и у нас была мысль когда был хайп вокруг нфт шик я хотел сделать а не нфт билдер а мы сделали нфт знаешь короче типа нфт календарь потому что вроде казалось что вебе есть сервисы которые присылают уведомления о том что выходит новая какая-то нфт шка и была мысль а прикольно прикинь вот выходит какая-то коллекция ты получаешь пуш уведомлений ты просто подписываешь на себе на подписку а пуш уведомлений о выходе новых коллекций но оказалось что на хрен никому не надо что условно говоря нфт календарь никто в сторах не ищет а если его никто не ищет тебе надо делать внешний маркетинг тебе надо заливать фейсбук тебе надо заливать google и надо сводить юнит экономику а свести юнит экономику супер сложно вот даже в крипте плюс геморрой определённый модерации криптовых приложений есть поэтому я не могу сказать я знаешь как бы я думаю что тема с аирдропами в мобильные прилы придет как сервис то есть вот я сейчас прям додумываю в процессе короче как будто бы если нарратив с аирдропами станет инструментом выхода проектов паблик когда им надо набирать аудиторию вот как будто напрашивается что-то типа зайди сделай аирдроп и заработай аля вот как по мотиву то есть зайди выполни это задание скачай вот эту игру дойди до 70 уровня и получишь монетку вот что-то инфраструктурное что позволит людям зарабатывать и решит проблемы проектов которые хотят выходить вот это на мой взгляд может выстрелить как приложение потому что гораздо удобнее открыть телефон и что-то сделать а вот прикладной сервис без маркетинга ну какая-то знаешь ну надо тестить с одной стороны можно протестить на другой стороны можно потерять бабки а как эти продукты делать тут опять же знаешь про крипту сложно потому что есть такой лайфхак многие не понимают мобильный прилу супер примитивный бизнес почему потому что 80 процентов пользователей покупают сонбординга из паевола то есть фактически вот вдумайтесь 80 процентов пользователей покупает сонбординга и паевола то есть все что тебе нужно сделать тебе нужно сделать красивые скриншоты красивый онбординг, который вовлечет пользователя. Это может быть чат-бот-диалог, который с тобой пообщается про опыт в крипте. Это может быть какой-то квиз, это может быть какой-то ну просто там прокликивание мышкой. И прикольный paywall. То есть тебе нужно забрать деньги с пользователя в тот момент, когда он первый раз коснулся твоей прилой, вот первый раз ее открыл. Если у тебя это не получилось, то скорее всего ты вряд ли сведешь юнит-экономику. Но фишка в том, что то, что у тебя внутри продукта, становится вторично. То, что у тебя внутри прилы за paywall, за условно говоря экраном оплаты, это влияет на повторные продажи. Но это не влияет на удивление, да, на первые деньги и на конверт, на по сути на бизнес-экономику. И дальше уже, слушай, мы приходим просто к цифрам. Ты зарабатываешь с первой оплаты, ты зарабатываешь со второй оплаты. Ну то есть а дальше надо открывать Excel и считать. Вот я может быть немножко сложно ответил, но иначе тут никак, мне кажется. Есть огромное количество приложений, мобильных кошельков, там, таких приложений типа CoinGecko, CoinMarketCap и так далее. Если Airdrop Hunter чисто гипотетически интегрировать в приложения, которые есть в App Store, но они не являются доходными. Образно, нас добавляет к себе в виде апки какой-нибудь криптовалютный кошелек, да, в виде дополнительного сервиса. И когда его пользователи начинают там покупать какие-то пакеты, участвовать в Airdrop, он зарабатывает, ну, типа, Ревшару, там, 50% от дохода площадки Airdrop Hunter. Чисто гипотетически, не проще ли пойти вот в таком векторе, чем делать свою прилу, ее прокачивать и так далее. Партнериться уже с мощными существующими приложениями. Слушай, звучит как план, потому что это главная проблема всех блокчейн-кошельков. Они не знают, как зарабатывать. И... Но теперь есть, скорее всего, есть правила конкуренции, правила рынков. К сожалению, там, в русскоязычном сегменте эти мысли, это единицы, вы этим мыслите. Есть правила, условно говоря, у тебя лидер забирает 50%, скорее всего, какой-нибудь Trust Wallet держит 50% рынка. Там и блокчейн, еще кошелек, какой-нибудь держит, еще 20% рынка. То есть тебе нужно просто пробить не то, что топ-10, тебе нужно попасть в топ-5 кошельков, чтобы это, наверное, скорее всего, имело какую-то весовую долю. То есть я сейчас, говорит, просто не обладаю цифрами по рынку, но это 100% рабочее решение, если ты им дашь инструмент монетизации. Вот это прям прикольно. И глобально у тебя это будет выглядеть уже не как разработка Прилки, а тебе нужно вложиться в разработку SDK. Смотри, как работают сейчас все Прилы. Сейчас большинство Прил — это конструкторы, которые состоят из определенного набора библиотек. То есть, условно говоря, сейчас никто в 20, 20, там, в 23-м году, в каком, в 23-м, близко к 24-м, уже не делает пейволы. Есть, условно говоря, сервис AppHut и Adapti. Два лидера рынка, там еще и RavinyCat, но не суть. AppHut и Adapti — два крупнейших сервиса, которые держат большую часть рынка пейволов. То есть, если обычный разработчик хочет сделать себе пейвол классный с тестированием, он просто внедряет библиотечку в свое приложение, у него появляется пейвол, и он уже там все делает. Вот вам, может быть, надо рассмотреть такую же возможность, сделать такую SDK, которая просто будет, знаешь, как вот, типа, ты SDK вставляешь, у тебя появляется функционал Airdrop Hunter. И тогда вы можете просто это и во многие кошельки прийти, потому что если ты просто придешь к кошельку и скажешь, чуваки, разработайте мне модуль, это херня. Но если ты придешь, например, ты выбираешь топ-5 кошельков, смотришь, они написаны на такой-то технологии, не знаю, там, на React Native, неважно, какая технология, на Swift. Ты разрабатываешь SDK на Swift, приходишь к ним с конкретным, вот тебе SDK на Swift, вот вы вставьте, у вас будет работать так, так и так, и еще показываешь демку. С высокой долей вероятности это может сработать. И ты говоришь, я буду этот SDK поддерживать, мы как-то будем этот функционал с вами согласовывать, потому что они тебе, ну все, не дадут доступ, прикинь. У тебя с точки зрения безопасности, ты как бы своим SDK, по сути, залезаешь, это я только что вот, да, додумал, ты прикинь, залезаешь в чей-то блокчейн кошелек, в котором неизвестно сколько денег, и неизвестно, что в твоем SDK, может быть ты видишь балансы, может быть ты можешь там сид фразу условно как-то скоммунизить. Я вот, видите, сейчас мы пока обсуждали, я прикинул, что возможно это дырка с точки зрения безопасности, которую могут блокчейн кошельки не допустить. Но поэтому вам надо, короче, общаться, то есть здесь надо просто пообщаться, выбрать там кошельков по скачкам и, ну и соответственно, как-то это сделать. Но я знаю, что, я вот хотел показать, я вот этот вопрос ответил по airdrop, вот по запросу airdrop в App Store вообще нет почти ни одного приложения, то есть всего 7 приложений, то есть 7 опубликовано, 16 всего, то есть эта ниша полностью такая пустая. А как узнать, ищут ли вообще airdrop в App Store или там в Google Play, есть какие-то сервисы, которые показывают запросы по ключам, по ключевым словам, именно поиска внутри магазина? Слушай, да, есть их несколько, ну вот я сейчас тебе доприведу статистику, я пользуюсь сервисом App Store Spy, вот, например, он показывает, что на Android 45 приложений опубликовано, всего 172, 127 удалено, и у топового приложения 500 тысяч инсталлов, зарелизено приложение airdrop for Android но фишка в том, что знаешь, в чем проблема? С точки зрения пользователей, airdrop сейчас, широких масс пользователей, airdrop это короче, передача с одного айфона на другой файлов, это не хантинг, и все прилы, которые я вижу, они просто передают файлы, плюс-минус вот так. С точки зрения набора сервисов, смотри, куча, куча всяких штук есть, с точки зрения того, посмотреть, какое приложение сколько зарабатывает, это Sensor Tower, app.sensortower.com я вам ссылки пришлю, по сути, вбиваете любую прилу, и смотрите, сколько зарабатывает, у меня был случай прикольный, на конференции крупнейший ютюберов, вот проходил видсаммит сейчас в Остине, нет, в Далласе, штат Техас, были все, мистер Бист, короче, там, Крис Вильямсон, все топовые подкастеры, иначе ситуация, мы с ним на последнем ряду слушаем Биста, я спрашиваю чувака сзади, чем занимаешься, он говорит, да у меня, говорит там, фитнесом, говорит, я с вами его канал, у него на канале 5 миллионов подписчиков, в англоязычной аудитории, видосы набирают 2 миллиона просмотров, спрашиваю, как зарабатываешь, он говорит, мобильное приложение, показывает мне свое мобильное приложение, у него на iOS оно генерирует 500 или 700 тысяч долларов в месяц, и на Android еще там 200 тысяч, и я такой думаю, нифига я с чуваком присел, а они так как бы общаются, вообще, понимаешь, свободно, вот сервис, я по сути это пробил через App Store Spy, я прям при нем вбил прилу, и говорю, цифры похожи, он говорит, ну да, типа супер похожи, это для поиска выручки и гео, потому что очень важно, в то еще, в каком геоте нужно искать прилы, а с точки зрения ключей, наверное, ASO Desk, ну, вот просто ASO Desk надо запомнить, и ASO Mobile, еще есть AppTweak, еще куча всего, но мы в основном используем ASO Mobile и ASO Desk как инструменты для анализа, здесь надо понимать, что в Android они показывают с погрешностью примерно 50%, а в iOS с погрешностью 80%, то есть то, что ты видишь, типа спрос на airdrop и будет в iOS, тебе написано будет 1000, это значит, что спрос может быть как 200, так и типа там 3000 или там 8, а в Android, если ты видишь спрос 1000, то скорее всего это будет цифра либо 500, либо полторы, это к вопросу, почему, меня спрашивают, почему я всегда попадаю в цифры, потому что когда ты работаешь с мобильными прилами, для меня 50% непогрешность, то есть называя стоимость инсталла установки 2 доллара, я подразумеваю, что она у меня может быть как 1, так и 3, и мне просто, я вынужден, чтобы заработать в плюс, я вынужден весь свой бизнес строить вокруг погрешности примерно 50%, что немножко странно, для многих звучит, но это как раз таки, ну это факт, короче, вот это, хочешь работать в мобильных приложениях, принимай правила игры. Прикольно, сейчас набросал таких, знаешь, пойнтов, это вот как, когда мы, да, с Максом рассказываем про DeFi всякие там, и мы из головы можем их доставать там, да, там протоколы кредитования, протоколы доходности, DEX, да, и мы там, да, спокойно, потому что мы варимся в этом, тебе 5 лет, да, и ты там в прилах варишься, и ты там, да, вот эти сервисы, которые у тебя на кончиках пальцев, но реально, мы потом возьмем ссылки и поставим эти ссылки, тоже, они будут в описании, для того, чтобы те ребята, кого это заинтересовало, и возможно для кого-то это вообще станет, знаешь, новой какой-то супер информацией, и они здесь начнут копать, и что-то интересное накопают, хотя я уверен, что рынок такой же конкурентный, но тем не менее, в любой конкуренции можно найти какой-то свой синий океан, или, да, что-то там придумать. Крутяк. Жги вопросы. Я знаю, у тебя, ну, во-первых, да, целая пачка YouTube каналов, вы там создали отдельное свое YouTube сообщество, где вы, как говорится, обмениваетесь информацией. Я, кстати, вас забыл добавить, я вас приглашаю, я вас добавлю. Я там даже где-то, да, где-то тебе даже в инсте, по-моему, писал, типа, мы тоже хотим делиться, но и узнавать, давай я тебе солью лайфхак, короче, вот прям сразу, сейчас перебью, это Максу, вот ты сейчас сказал, мы там за эфиром говорили, у вас типа летит TikTok, короче, сливаю всем лайфхак, работай только на YouTube, на YouTube ты все короткие видео можешь обрезать, я не знаю, в инсте, то, что опубликовал, не можешь обрезать, в TikTok, по-моему, тоже, короче, у вас, если вы увидите, я даже сейчас вам открою, покажу на телефоне график, это просто... конец, отрезаешь, отрезаешь конец, там где обвал, отрезаешь и все, и короче все, это офигенно работает, оно улетает, оно улетает, да, я хотел это попробовать, но я ленивая жопа, это надо с компьютера делать, я сегодня искал ключ, как раз, и у меня даже где-то записанное было, и причем это я смотрел, посмотрел у тебя же в подкасте, вот плюс подкастов, да, ты общаешься, и какие-то фишки, поймите себе берешь, и вот я это тоже у тебя, и еще тогда давай свежего, подсветим фишку, интересную, но не очевидную, я ее не проверял, я думаю ты тоже, это загрузка видео в ТикТок, и якобы, если ты загружаешь видео с айфона, то оно летит лучше, чем если ты загружаешь с андроида, это вообще, как бы, мне кажется, не очевидная вещь, мне вчера это слили, мне вчера вышел подкаст на эту тему, да, и мы это проверили, с Антоном, Антоном, Кушков, вот, это интересно, то есть, ну чувак, они на опыте, у них много каналов, они лили тебя, да, вот, а у нас как раз такая ситуация, я уверен, в ней, надо уточнить, кстати, у нас, короче, видосы в ТикТок загружает чувак, скорее всего, с андроида, и мы думаем, и я, и был прикол, мы с Максом были в Каннах, во Франции, и короче, я заливаю видос, лям, я заливаю там какой-то видос 200, он заливает, ну наши же видосы, меня заливает он, 500 просмотров, 700 просмотров, и где собака порылась, я вылетаю, допустим, в Дубай, оттуда заледаю видос 200, там, ну типа, а сейчас у нас, он тоже, либо он телефон сменил, надо прямо узнать, у нас сейчас видосы пачками начали залетать, 50, 60, 80, 50, и знаешь, как такая планка, вот он как бы кусками идет, 56, стоп, 56,6, стоп, потом, допустим, какая-то следующая есть, 88, и вот у нас, понял, такими градациями, то есть какие-то видосы останавливаются на 56, какие-то на 88, какие-то пробивают, вот, и это вот, надо прямо выяснить у Димы, поменял ли он телефон, или, ну, это прямо интересно. Ну, вот ты прикинь, насколько на самом деле подкасты полезны, то есть, вот реально, ты вот думаешь такой, час-полтора слушать, да нафиг надо, а одну идею взял, применил, и она тебе, короче, геймченджером явилась. Нам придется теперь нашему, всем нашим сотрудникам, кто загружает, конкретно, последние, айфоны, самые лучшие маки, и они вообще тогда кайфанут, они скажут, вы лучшие работодатели на всем белом свете. Слушай, интересный такой сговор, знаешь, вот это вот, когда начали в товары закладывать искусственное старение, специальное устаревание, маркетинговую вот эту историю, возможно, такой некий большой сговор, да, социальными сетями, что, типа, если у вас, типа, там, последнего поколения устройства, а-ля там, они там что-то лучше, да, это делают, и вот лучше адаптация, и вот-вот лучше залетают, лучше картинка, и нейросеть ее лучше распринимает, ну, вот тут такая, знаешь, типа, зацикленность. вертикальный контент, чем качественнее снят контент, насколько я понимаю, а последний там, айфон снимает качественно достаточно, тем, наверное, лучше, и может быть в этом зарыта, кстати, собака, я сегодня только читал несколько статей по поводу этого. Ладно, да, давайте к нашей теме, я хотел еще спросить у тебя вопрос, вот мы заговорили про разные гео, вот ты когда рассказывал про прилы, нужно таргетироваться на определенные гео, и у меня сразу, вот в голове возник вопрос, мы сейчас смотрим на то, сколько криптопользователей, в каком гео находится, и мы заметили интересную тенденцию, что в Турции оказывается очень большое количество пользователей, которые себе на, которые у себя на телефоне вообще владеют криптовалютой, и опять же, мы с точки зрения своего подхода, и хотим у тебя, как у эксперта спросить, если мы видим, что в Турции много чуваков, которые пользуются криптой, у них есть кошельки и так далее. Как нам правильно поступить? То есть, либо идти создавать, генерировать отдельную команду, которая будет, контент, который у нас есть, грубо говоря, грубо говоря, гипотетически, генерировать на турецком языке, либо же идти в английский язык полностью, как бы вот ты поступил, для того, чтобы получать новых летов. В Москве, даже в Москве, сколько людей говорят на английском языке? Я не беру регионы. Единицы. Ну, простите, сорян, чуваки. Единицы. Ты приезжаешь в Дубай, ты думаешь, арабы говорят на английском языке? Хрен там был. Ты думаешь, я проехал, я проехал всю Латинскую Америку. Это вот, кстати, из кругосветки. В Венесуэле, в Панаме, в Доминикане, никто ни хрена не говорит на английском языке. То есть, вообще, у меня было, знаешь, огромный инсайт, что английский язык, это язык международного бизнеса, но это нифига не язык международный. Потому что Индия говорит на индийском. Балийцы говорят на индонезийском. И Индия на хинди, сорян. Бразилия вся на португальском, Аргентина на испанском, вся Латинская Америка на испанском. Более того, для меня было открытием, что 50% черт возьми Америки говорит на испанском языке. А 50% Канады говорит на французском. И ответ на твой вопрос очень простой. Покупаешь айфон в Турции и сажаешь человека в Турции и делаете турецкий контент. То есть, мы, суждение контента, все только сегментируем, переводим. И, знаешь, как бы, есть вопрос о размере рынка. То есть, на турецком языке говорит мало людей, объективно. Но, если нужно забрать турецкий рынок, это лучшая стратегия. То есть, ты турецкий рынок никогда не заберешь с английским языком. Я вот был в Станбуле, там беда. Знаешь, какой показатель, когда таксисты, вот язык страны, это язык таксистов. Вот ответ на твой вопрос. Ну да, в Стамбуле я согласен. Там вообще проблемка с такси. Так-то. Вызвать его просто. Люди могут не ехать, там они на морозе могут быть, там это вообще прям проблема. Вот. И да, действительно, они там просто там дур, остановка, там, да. Ну, то есть, ты должен подстраиваться под них. Они там какие-то пять слов знают. И при этом у них 45, они, прикинь, на втором месте после Штатов. Прикинь. У Америки 46 миллионов юзеров, вот таких, ну, крепких. У Турции сейчас 45 миллионов пользователей. Крипто. Потому что лира падает последние несколько лет, очень крепко. И когда слабеет национальная валюта, у людей паника, они срочно начинают. Понятно, что для них это стейблкоины, для них это биткоин. то есть, вот и вся криптовалюта. Но, тем не менее, они все установили крипто кошельки. Слушай, я поверю, кстати, что это работает, потому что, да, 50 миллионов про Америку. Для меня был инсайт вообще про Америку, что мы все думаем, что в Америке, знаешь, Америка, это страна оказалась двух стандартов. Они нанаружи все запрещают, а здесь у каждого второго охранника есть про семья биткоин. То есть, и здесь, знаешь, что, вот про Штаты, это единственная страна, в которой при наличии social security номера ты покупаешь с карточки, хоть с кредитной, хоть с дебетовой, хоть со счета крипту и туда-обратно в течение часа. Такого нет нигде. Просто ты вот, если кому-то надо что-то сделать, я отправляю крипту, он тут же себя выводит на банковский счет. Час. Все, час. То же самое, как бы, с ту сторону. Мы все, в Дубае, в России, в Европе, все эти стартапы пытаемся решить проблему, что, ой, а у меня есть крипта, как мне пойти купить вообще типа, понимаешь? Это другая, короче, экономика. Поэтому не удивлюсь, что турки, да, набирают. Идите, в Турцию крутой лайфхак, это круто. Вопрос просто, понимаешь, что интересно, есть вот эта особенность культурного кода, кто что вкладывает. Скорее всего, турки по менталитету, они азартны плюс-минус, да, и им важно вот это, как-то что-то быстро заработать, сделать темки, 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 темки. То есть там надо пробовать. И еще из интересного, если ты любишь статистику, всякую статистику, свежую, все, но это на самом деле классная вещь, когда вот ты подчеркиваешь интересную статистику, которая особенно еще может тебе позволить поработать. Так вот, смотри, получается сейчас молодое поколение, типа, его же называют Альфа, там поколение Альфа, это 2010-2024, ну, 2010-2024, это уже Альфа, типа они там каждый раз меняют эти буквы. Ну, так вот, смотри, поколение Альфа, это будет самое крупное поколение, которое выросло полностью уже на интернете, то есть они выросли, уже были гаджеты, уже были айфоны, уже были тачскрины, это вот у меня дети все, да, и, короче, это будет самое большое азиатское поколение, и если взять мир, поделить, то азиаты в крипте, это уже больше половины, на сейчас, и это поколение продолжит в течение еще 5-6 лет дальше расти, то есть получается язык, да, криптовалют, там и всего, и вообще экономики в мире, и прил, да, и вообще, вот если вы хотите сейчас какой-то супер бизнес, который будет расти через 5-10 лет, вам уже нужно готовиться, это Индия, это Китай, и причем еще интересный факт, сюда же в копилку по Китаю, что до 20% китайских криптохолдеров владеют 100 плюс тысяч долларов на счетах, это капец, у тебя же есть еще, вот ты запустил, кроме того, что у тебя каналы, сообщества секретные, ютуберов, у тебя теперь есть еще инвестиционное сообщество, и вы там уже какие-то сделки начинаете, расскажи, как ты это все устроил, и как ты это структурируешь, то есть же есть же дао, есть еще какая-то херня, какая у тебя внутренняя валюта, наверное, это какие-то стейблы, и вот как это все вообще у тебя устроено, какие планы? Слушай, это интересный формат, мы же долго не могли найти источник монетизации ютуба, то есть я там 3 года его финансировал, и было понимание, что что-то надо, короче, с этим делать. То есть обучалка мне не заходит, но я не могу учить людей, мне прикольно рассказывать их, мотивировать, вдохновлять, но одно дело, мотивировать, вдохновлять на подвиги, другое дело, учить, это разные концепции. Сложилась такая штука, что я просто сам столкнулся, мы начали зарабатывать бабки, ну, неплохие, операционные, и меня добыло куда-то инвестировать, и я по сути решал совместную проблему, скажем так, того, что есть ряд инвестиций, к которым у меня просто капитала не хватает самому зайти, мне нужны там соратники, да, плюс монетизацию ютуба, и плюс еще концепцию, что когда ты растешь по доходу, у тебя сильно меняется окружение, то есть в какой-то момент времени ты просто отрываешься от, ну, знаешь, банальный пример, там, часть друзей, с которыми ты дружил, там, пять лет назад, не могут тебе прилететь в Дубай на выходные, условно говоря, я думаю, вы понимаете, о чем мы там говорим. Если ты их не пригласишь, и не заплачешь. Если ты не пригласишь, и не заплачешь, и это проблема, реальная проблема по мере вот как бы роста, то есть у тебя окружение меняется, и я совместил эти три задачи, и по сути сформировался вот этот клуб, но знаешь, он какой сформировался, вот сейчас у нас в клубе, там, больше же 600 заявок, из которых, там, примерно 300 человек, это, для кого инвестиция, там, 100-1000 долларов, это будет подвигом. Здесь у меня задача, я не хочу вообще никак монетизировать эту историю, я хочу дать людям просто мотивацию, никто ничего не сделает, но дать им бесплатный продукт, потому что, я абсолютно не хочу связываться, вот знаешь, ну, как бы, я не понимаю, какой делать продукт, чтобы там, если человек готов инвестировать 100 долларов, ну, с него странно что-то брать, лучше дать ему какие-то инструменты, пусть он там сам что-то заработает, потом придет. Дальше есть большая категория людей, у кого свободный капитал 1-7 миллионов долларов, ой, сорян, 1-7 миллионов рублей, ну, там, 10, условно, там, 10-7-100 тысяч, с ними чуть сложно, потому что я сам там был недавно, и с таким капиталом тебе очень страшно потерять, то есть, ты только начинаешь, и тебе там недоступны инвестиции в недвижку, там, в крипте ты как бы тоже не очень можешь гибко сделать, и сейчас вот мы ищем подход, я еще пока честно не нашел, у меня нету продукта для аудитории, у меня-то хотя таких человек там больше 200, это прямо вот заявок, которые мне расписали вопросы, что они хотят, они хотят нетворкинг, хотят расти вместе, инвестировать и прочее, но я пока, ну, короче, у меня не до конца сформировался продукт для них, который я могу дать, и так как я всю жизнь работал с инвестициями, понимаешь, я всю жизнь общался с людьми, которые по доходу где-то были там значительно выше меня, по инвестициям всегда это продавал, мы начали вот с этого кора, людей, у кого инвест капитал от 100 тысяч долларов плюс, причем высокорискованный капитал, и сформировался сейчас костяк людей, которые деньги зарабатывают в интернете, я объясню почему, я супер с уважением отношусь к тем, построил там заводы-пароходы, кто там сделал магазины на Wildberries, на Амазоне, но мне с этими людьми поговорить не о чем, потому что мы из разных миров, я из мира айтишки, диджитала, скоростей, а люди из мира традиционного, и мы, короче, не сходимся по ценностям, вообще по темам, и у меня собрались ребята, кто зарабатывает на арбитраже трафика, на крипте, там кто-то делает, какие-то направления, и мы вместе инвестируем, и я понял, что я хочу максимальную модель прозрачности, то есть объясню почему, у меня год назад был проект пула, когда был проект с P2P, арбитражом крипты, мы единственный пул, который не соскамился, который заработал что-то инвесторам, там 27-30 процентов за пару месяцев, и почему, но тогда был геморрой, знаешь какой геморрой, у тебя в пуле 100 тысяч долларов, ты несешь ответственность за 100 тысяч долларов, хотя у нас по факту было там почти полмиллиона, и зарабатываешь, например, свой 1 процент комиссии, то есть ты головой отвечаешь за, и репутации самое главное, ты отвечаешь за 100 тысяч баксов, зарабатываешь свой долбанный 1 процент, 1000 долларов, а как бы большую часть там прибыли, условно говоря, там 5-6 процентов, там 6-7 тысяч долларов, ты отдаешь инвесторам, людям, и самое главное, что эти инвестиции еще высокорискованные, то есть как бы инвестор всегда зарабирает большую часть прибыли, и мне это достало, потому что одно дело, ты у тебя деньги лежат, не знаю, под 5 процентов в месяц, это твои деньги, ты полностью рискуешь, ты получаешь обратно весь риск-профит офигенный, а другое дело, ты вот получаешь эту маленькую комиссию, и я понял, что у меня офигенная модель честности, полной прозрачности, то есть что мы сделали, я просто ввел некий фи, я говорю, чуваки, вот доступ на квартал стоит столько, доступ на полгода стоит столько, хотите вместе инвестировать, я вам даю все свои инвестиции, я показываю весь свой портфель, говорю, вот этот чувак, у меня лежит у него N количество денег, риски такие-то, проблемы такие-то, нюансы такие-то, возможности такие-то, интересно, сами договаривайтесь, моего интереса нету, то есть моего интереса нету, ни на стороне человека, который инвестирует, ни на стороне, который как бы инвестиции берет, есть тема, например, с аирдропами, там команды, понимаешь, вот там мы с вами общались, я когда выпустил ролики про аирдропы, плюс медийки, пришло больше, сейчас там уже больше 30 команд, я знаю, кто делает аирдропы, я как бы говорю, вот я выбрал там 4, положил в 4 деньги, и в клубе я говорю, ребят, вот у меня у этих лежит столько, у этих столько, эти крутят руками, эти крутят скриптами, у этих я вижу какие-то скрипт риски, эти делают все это, хотите, познакомлю, дальше я просто знакомлю людей друг с другом, и сами они договариваются, я не знаю, кто сколько инвестировал, как, мне даже это не интересно, если меня просит Никита, да, еще, я говорю, вот смотри, вот еще 15 команд, я с ними не работал, сам договаривайся, дальше, пообщавшись с, по сути, знаешь, что я сделал, то есть, как я сейчас вышел на текущие цифры, как я построил бизнес, как я тебе говорил, я спросил, как работает арбитраж трафика, как зарабатывать бабки у 10 людей, которые там зарабатывают 100 тысяч долларов плюс в месяц, мне рассказали, у меня получилось, я пришел сейчас, спросил у 10 людей, я, кстати, у вас тоже спрашивал, куда инвестировать крипту там, что делать, или вот у меня был запрос, я к вам приходил, вы знаете, если есть битки и эфиры, куда их вкладывать, то есть, условно говоря, я взял экспертизу, и там появился, например, там Олег Иванов, мы там сотрудничаем, там с коммуном, там кого интересно, я рекомендую, короче, просто коммун, говорю, ребята, вот здесь вот там венчурная модель работает так, сейчас я съездил в долину, нашел фонд, нашел крутого управляющего, Altar Capital, ребята, у которых было в обороте, что-то сколько, 700 миллионов они инвестировали, могу ошибиться, но типа сейчас в портфеле, там портфель 2 миллиарда полноценивается, могу ошибаться в цифрах, но порядок такой, там Саша, управляющий ушел из этого фонда, основал сейчас свой фонд, и они сделали крутую модель, там это немножко сложный контент, но они сделали модель с SPV-шками, когда ты можешь минимальным чеком 250 тысяч долларов войти там в фонд, у тебя есть там некая прогнозируемая доходность на 5-7 лет, и как бы, ну ты понимаешь, ну например SPV-шка 250 тысяч долларов, мне например типа заходить одному с 250 тысяч долларов венчурный бизнес, типа ну дорого, я просто сейчас это предложил в клуб, и говорю, ребят, короче, кому интересен венчурный бизнес, если хотите, вот у нас есть SPV-250, давайте скинемся пятером по полтиннику, если мы с вами понимаем, что вы там готовы, например на 5 лет эти деньги заморозить, зайдем в фонд, если, вот я приглашу Сашу, он приведет презентацию, кому отзовется, то есть я построил модель максимальной трансперенси, когда я беру один раз деньги на входе, ну при куррентной модели, там за следующий квартал, а знаешь, как бы прозрачно, и даю сервис, и даю весь все свои инструменты, и у меня нет никакой мотивации в каждой сделке, и это супер прозрачно, более того, я сделал крутую штуку, может быть вы тоже, если у вас будет комьюнити, я сделал консьерж сервис, потому что я уже много лет работаю с личной помощницей, и ты знаешь, есть банальные вещи, порой, как вот я говорю, знаешь, как я написал, типа, ребята, это консьерж сервис, с которым вы можете, как заказать подарок маме, выбрать, любой в любую точку доставить, так и если вы условно поехали, не знаю, там, в Токио, вот этот мой консьерж, вам обеспечит девочку по вызову, и забронирует номер на свое имя, и вы сможете отдохнуть, то есть, чтобы у вас было полностью, по тотальной прозрачности, конфиденциальность, и я дал, вот этот консьерж сервис, и это оказалось, что супер пользуется спросом, потому что ребята обращаются с запросами, вот с такими, как я говорил, с крайностями не обращаются, но кому-то там по налогам какие-то вопросы, кому-то достать билеты на какие-то мероприятия, кому-то там организовать проход без очереди, и знаешь, и получилось прикольное вот такое вот комьюнити, людей с деньгами, кто, короче, хочет инвестировать, кто хочет инвестировать в крипту, кому это интересно, и с кем мы вместе, самое главное, понимаешь, можем, например, раз в квартал, я говорю, чуваки полетели в Панаму, например, прикинь, вот кто был в Панаме, безвизовая страна, полетели в Панаму, там, на 4 дня, я приглашу, не знаю, Эдика Гуриновича, да, там основатель CarPrice, офигенный криптан, он еще прилетит, я ему там, условно говоря, или сам прилетит, или я ему оплачу его там, в счет членских взносов, там, билет, мы вместе полетаем на вертолете, мы там, типа, погоняем на байках, и как бы еще бизнесово пообщаемся, и получается, что вот этим клубом, я пока решил такую штуку, но честно скажу, это, ты будешь в клуб, вот как мы хотим, знаешь, что есть баланс между брать и отдавать, хочется, чтобы ты мог, как бы, прийти в клуб, если тебе что-то нужно, ты знал, что он есть, тебе всегда помогут, но ты ничем не обязан, то есть, как бы, он такой, знаешь, вот он как бы, не то, что про больше брать, но, вот знаешь, чтобы ты чувствовал себя комфортно, чтобы ты был тебе ненапряжен, понимаешь, и собрались люди, которые не спамят, не занимаются какой-то хернёй, то есть, все деловые, я же понимаю, что если у тебя там капитал, ты инвестируешь, ну, как бы, во-первых, ты инвестируешь, что ты понимаешь, ты разбираешься, но, во-вторых, ты как бы, у тебя нет кучи свободного времени, у вас тоже нет кучи свободного времени, взамен всякой хернёй, вы точечные по делу, и вот, по сути, вот это сейчас, некий инструмент монетизации хедлайнеров, ну, помимо того, что мы начали делать подкасты за деньги, первый раз, я тебе говорю, я это увидел там, ну, это другая модель монетизации, но, это вот то, что сейчас, как бы, сформировало некий, как бы, костяк, с которым мне интересно, а дальше мы эту модель транслируем на ребят, у кого капитал 1-7 миллионов рублей, да, чтобы они, ну, как бы, начали инвестировать, приобщились к этой культуре, а потом это спустим еще на какой-то бесплатный контент для тех, кого там, тысячи долларов, это подвиг, а завершая тему с подкастами, знаешь, как бы, про монетизацию, я это увидел у Косенко, можно по-разному относиться к Сергею Косенко, но будем говорить объективно, он российский инстаграм, он разорвал за последние там полгода, вот, как предприниматель, и когда я у него в одном из подкастей увидел, чуваки, есть много классных ребят, которых я просто не знаю, но вы можете прийти ко мне на подкаст за деньги, я подумал, почему бы нет, мы поставили цену 10 тысяч долларов за подкаст, и, ты не поверишь, мы уже продали 5 подкастов, то есть, реально даже сейчас на медвежке, люди приходят, но есть правило, я как бы сразу четко обозначил границы, я говорю, неважно, подкаст по приглашению, подкаст за деньги, мы еще ввели тему, кстати, подкаст за косты, то есть, мы раньше все делали бесплатно, сейчас мы некоторых гостей просим, знаешь, типа, ну, покрыть косты на производство, то есть, это как бы такой, условно бесплатный подкаст получается, но я говорю, условие одно, если мне с вами интересно говорить, то мы это делаем, если подкаст выходит хреновый, например, за деньги, я возвращаю бабки, такого еще не было, потому что мы вот только-только начали снимать, я возвращаю бабки, и мы его не выпускаем, ну, потому что я себе это могу позволить, то есть, у меня задача делать, и знаешь, как бы, я понял, что я не хочу менять свое время чисто на бабки, я каждый подкаст делал ради интереса, то есть, либо мне это интересно, я эту тему разбираю, либо, как бы, мне проще вернуть бабки, и, ну, как бы, окей, заплатили за опыт, так что вот такая концепция хедлайнеров, как они сейчас монетизировались, в какой-то степени я вам дал эксклюзив, такого, как бы, ну, не было нигде. А еще сразу вопрос, я забегаю, пока не потерял мысль, мы просто строим тоже, у нас есть хантеры, не сервис хантеры, есть хантеры, это первая, первая ниша, как бы, первый уровень нашего закрытого комьюнити клуба, а есть вип хантеры, это, как бы, второй, самый высокий уровень, мне просто интересно понять порядок цен для себя, чтобы сделать какие-то выводы в будущем для себя. Сколько у тебя стоит участие в этом клубе, и как ты берешь платежи, помесячно, годовой, один раз и навсегда, какая модель и сколько стоит, мне вот интересно. Смотри, все очень просто, я допустил здесь ошибку, возможно, какую-то в ценообразовании, я это понимаю, объясню почему. Я недооценил силу нетворкинга и комьюнити. То есть, я обесценил в продаже немножко людей, то есть, я подошел к цене с точки зрения экономической окупаемости. Почему я сделал чек минимально, типа, я говорю, типа, если у вас нету 100 тысяч долларов, вам нехер заходить в клуб, потому что вы вряд ли отобьете стоимость участия. То есть, моя задача первая была, это сделать так, чтобы, вот у меня есть офигенные инвестиции, мы поставляем ликвидность для обменников по 3% в месяц. Если ты хотя бы 50 тысяч долларов положил по 3% в месяц, это полторашка в месяц, ты за квартал столько с одной инвестицией по 3% в месяц, ты заработаешь 9%. Ты заработаешь 4,5 тысячи долларов. Помимо этого, вот я хотел, чтобы вот хотя бы человек в 50 тысяч долларов по 3% в месяц окупал клуб. Поэтому я доступ сделал в 3 тысячи долларов за квартал. То есть, если человек заходит, он просто хотя бы тридцатку даже, понимаешь, там размещает по 3% в месяц, это 900 баксов в месяц, это там типа 2,700. Он считай уже вообще в нуле, у него клуб бесплатно. А если он положил платильник, у него клуб бесплатно, плюс еще полторы тысячи долларов он заработал. Но помимо этого, он еще разложил бабки в кучу крутых, тем более долгосрочных. То есть, я начал как бы с кэшфлоу. И поэтому просто обычным математическим путем я поставил 3 тысячи долларов в квартал или 5 тысяч долларов в полгода. Почему? Потому что, ну просто типа, ну полгода, ну типа скидка. И купили люди 50 на 50. Половина купили за 5 тысяч долларов, половина купила за 3 тысячи долларов. Помимо этого, я понял, что типа каждый вип-клуб, я созваниваюсь лично с человеком, потому что я понимаю, что он хочет. Это очень интересные ребята. То есть, те, кто у меня залетел в этот костяк, ну прикинь, там у всех, там я не знаю, там у всех годовой доход это миллионы долларов. С ними просто интересно пообщаться. И если я, например, ставлю доступ там тысячи долларов, да, хотел. Вот я столкнулся с проблемой, у меня сейчас 200 человек с капиталом 1-7 миллионов рублей. Им тысяча долларов нормально. Они купят. Но чтобы им продать, мне надо либо с каждым пообщаться, а это прикинь, 200 часов. А я не хочу как бы, ну я, можно сказать, что это типа 200 тысяч долларов, нам такого конверта не будет. Но я типа не хочу общаться, я лучше этот час потрачу там на свой бизнес, понимаешь, и монетизирую его. Это может обесценивает, но я типа не готов пообщаться, чтобы продать что-то за квартал за тысячу долларов. Я себе вот в текущее время не могу это позволить. Может быть, у меня будет там жопа в бизнесе, мне нужны будут бабки, мне придется это снизить чек. Но сейчас нет. Поэтому мы делаем, во-первых, бота, мы делаем автопродажу, мы делаем вебинар, то есть мы будем это делать как бы как общий такой зум-кол, где мы это будем как бы закрывать. Просто мне надо продукт закончить. Я вот, понимаешь, в чем проблема? Смотри, то же самое. Если я дам вот этот клуб, проект, например, 10 тысяч долларов по 3% в месяц, это 300 баксов. Это за квартал типа 900 долларов. Они заработают. И у них, по идее, это будет бесплатно. Но я понимаю, что если у тебя миллион рублей, если у тебя всего 10 тысяч долларов, тебе положить 10 тысяч долларов все равно в хай-риск тему, какой бы я ни был классный, как бы ты мне не доверял, но это типа жесть. Ну, то есть я бы не стал при миллионе рублей все бабки, всю котлету, понимаешь, фигачить в ликвидности обменки пусть по 3% в месяц. Я вот на грани, короче, я сейчас балансирую на грани ценности и цены. Вот условно говоря, вот в этом топовом тарифе 100% все уже отбились. То есть ни у кого, все как бы, все инвестировали, все точно уже заработали, все уже вернули, получили комьюнити, бесплатный консьерж сервис, тусовки, нетворкинг, вообще все супер. Мне непонятно, понимаешь? Вот здесь будем думать. Но еще проблема в том, что я каждый раз, так как бы видишь, у меня экспертиза по мобильным прилам, я типа по прилам навалю что угодно. Ну, то есть у меня это основной бизнес, у меня там 50 плюс проектов. Я выбираю между тем, чтобы мне время потратить, час, понимаешь, в основной бизнес, в который мне капитализируются и который я заработаю, либо мне этот час потратить в клуб. И поэтому это каждый раз баланс и каждый раз про принятие решений. То есть и еще дальше ответственность. То есть где я уже клуб запустил, мы уже все делаем, все работает. Но, например, мне каждый раз типа впадлу продавать. Реально мне просто... Я вот живу в каком-то идеальном мире, в котором надо настроить автоворонку. Потому что в моем мире есть ютубчик, я выпускаю контент, люди смотрят, переходят в форму, тут же покупают. Если нужно, букируют со мной звонок, я выхожу на звонок. Дальше им проходит оплата. Ну, то есть я еще просто не прошел этот путь автоматизации. И вот, наверное, тогда это все перерастет сейчас из такого вот какого-то формата на коленке. Но это как с прилами, понимаешь? Я просто приехал в Нью-Йорк и понял, все, надо делать клуб. Вот пока... Вот просто из говна и палок. Возможно, это перерастет в бизнес. Пока это все вот... Ну, вот такое вот, как бы, понимаешь? Вот мы прошли обучение, сейчас заплатили за него. Для кого-то это много, для кого-то немного. У нас там суммарно получилось, наверное, со всеми расходами около полтора миллиона рублей мы заплатили за обучение у Гребенюка. Про отдел продаж как раз-таки мы строили. И вот интересный момент. Вот ты сказал, у тебя есть чек, там, тот, которым ты не хочешь заниматься, сам дрочиться там со звонами и так далее. Не надо этим заниматься. Посади продажника. Вот у нас есть руководитель отдела продаж именно по B2C. Он как Волк с Уолл-стрит. Взял телефон, набрал номер. И он сам за нас берет, звонит этим людям и закрывает их как бы в базовый клуб. И что мы делаем дальше? Люди в этом базовом клубе получают этот нетворкинг, что-то начинают разбираться. И мы потом из базового клуба их обселим до ВИПа. Понимаешь? И там уже, когда, если надо пообщаться с нами или совести, это работает. Но самое главное, вот и последний вопрос, который я хотел узнать. Вот сейчас, когда ты понял ценность своего комьюнити, сколько бы ты сейчас сделал цену, не считая вот эту математику, что все должны отбиться, потому что не всегда все должны отбиться, иногда достаточно просто нетворкинга. Сколько бы ты сейчас поставил цену в год за свой клуб? Слушай, вот если ты в год посчитаешь, у меня в год она выходит типа там 12 тысяч долларов. Я считаю это нормально. Ну то есть, прикинь, экспертизу твою, мою, нашу экспертизу, инфо-цыганскую экспертизу, которая продается в Инстаграме за миллион рублей, ты покупаешь шлаковое наставничество, условно говоря. Сорян, как бы, но я про это говорю прямо. И мне кажется, это адекватный прайс. То есть, конечно, если ты живешь в Америке, ты немножко тут офигеваешь, тут цены все x10. Здесь просто, типа, x10. Вот как можно сразу умножать. Но вот пока на текущий момент интуитивно мне вот эта цена, типа, 12 тысяч долларов в год, она, ну там с дисконтом пусть будет 10, да. Она, короче, рабочая. Но, понимаешь, смотри, я считаю очень просто, да. Смотри, я считаю себе. Меня интересует направление бизнеса, которое хотя бы там 20 тысяч долларов генерят в месяц, там, ну, условном пассиве. То есть, клуб это все условный пассив, хотя он активный, но это такое, как бы, это не такой. То есть, мне что надо, прикинь, мне надо всего лишь сколько, 20 человек в клубе по 30, там, по 3 тысячи долларов за квартал, и вот тебе 20-ка в месяц выходит. То есть, а 20 человек при моих мощностях, я просто сейчас, когда начну этим заниматься плотно, я это, типа, закрою вот так. А потом, когда это будет уже не 20 человек, например, а там, не знаю, там 80 человек, там, возможно, настолько изменится математика, что, ну, там, мы как бы все перестроим, и у меня задача давать, конечно, крутой продукт. То есть, я реально хочу делать круто, вот, именно, ну, короче, мне хочется как-то, блин, делать по-американски, я тебе не могу это объяснить, вот, 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 вот как-то так, вот, вот все, что я тебе могу добавить. Поэтому мне не жалко бабки тратить, то есть, я вот именно хочу эти деньги, которые мы будем в клубе, поэтому должна быть некая маржинальность, но, понимаешь, вот есть некий минимум, давай так, вот в моей голове есть минимум, типа, там, 20 человек, это, там, 20 тысяч долларов в месяц, да, которые генерятся, а все, что больше, я смело готов вкачивать, то есть, я понимаю, что с ростом клуба мы будем расти уровень. Глобально сейчас в крипте нету клуба 500 такого, понимаешь, то есть, но это просто немножко другая модель, как правило, те, кто в крипте, ну, мне глупо им давать криптовые инструменты, здесь должно быть про немножко другое, у меня собираются те, кто бабки зарабатывают в IT в интернете и хотят инвестировать в крипту, то есть, вот у меня про что, но я думаю, что next big thing в крипте, это будет еще вот что-то типа клуба 500 криптового, потому что, очень, но это будет, скорее всего, какая-то непубличная история без вот такой там продажи, может быть, вообще какая-то, знаешь, как сообщество, потому что, прикинь, вот даже тебе круто, если бы ты раз в квартал летал бы в какую-нибудь точку мира, там, и там было бы топ 100, ну, не топ 100, просто 100 каких-нибудь топовых криптонов с капиталами, там, десятки миллионов долларов, насколько вот в рамках этой тусовки определялись бы тренды рынка, как бы это 100% должно быть англоязычное, это должно быть international community, и этим надо как бы заниматься, ну, вот я думаю, что либо, ну, либо next big thing кто-то сделает, либо через какое-то количество времени, может быть, там, там, я соберу, но такая штука пойдет как раз на, скорее всего, перед bullrun, или вот на bullrun она должна произойти, потому что сейчас интерес падает, вы это видите, интерес к крипте как бы падает вот так, просто каждый день, крутень, пацаны. Не, ну, клево мы сидим, видишь, тихонечко слушаем, на ус мотаем что-то. Я помню, мы с Максом также поговорили, у нас была такая беседа с вот этим Ваней, который из Беларуси переехал в Стокгольм, и он программист, и он, видимо, знаешь, как бы, как этот говорит, я не особо умный, вот, ну, упорный, короче, и вот он, мы, мы там с Максом ППРом любим часто позаниматься, то есть, знаешь, там, помечтать, пообсуждать, какая у нас команда, мы уже там старые, ничего не делаем, а чувак пришел, и мы вот так с ним тоже общались, и мы ему рассказываем, а вот это можно сделать, а у нас вот это мы делаем, а вот еще вроде, вот это можно улучшить, тут улучшить, тут, а я смотрю, он сетит, сука, и записывает. Прямо на подкасте, и не стесняется, хуярит все на этот, под карандаш, и я тебе отвечаю, через полгода он выпускает Академию, потом еще какую-то штуку, там, этот, курсы для программистов, да, в него, Моралес, в него инвестируют какой-то фонд, и он просто забрасывает нахер этот YouTube, нам его отдает, пацаны, снимайте каждый день ролики, а мы дебилы продолжаем 40 лет каждый день ролики снимать, а он все, инвестиции, Академия, веб3, консалтинг, погнал, 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 все, он уже YouTube не занимается, он уже все, не, занимается, он выходит, и он, то так занимается, он махнул нам вот своим, белорусским болтом, и сказал, пацаны, давайте, это про нетворкинг как раз, и про, но не про просто ППР, а когда ты пришел, вот зачастую, иногда, мы вот тоже сейчас столкнулись с такой штукой, как у тебя, то есть ты расфигментировал аудиторию, тоже дадим тебе сейчас обратную связь, из практики, это тоже полезная штука, это тоже, сука, секретная информация, вот, как бывает, вот допустим, у нас тоже есть, как бы, два, две составляющих, ну, даже три, есть вот публичная часть, как у тебя, хедлайнеры, открытая для всех, вот она есть, да, и там, телеграм-канал, все, здесь мы похожи, потом мы сделали закрытую, закрытую часть, более такую дешевую, да, там уже 1200 человек, называется хантер, чат хантеров, клуб, он у нас есть, все, он тоже кайфовый, мы его раздели, разбили как дискорд в телеге, на подгруппы, там трейдинг, скабухи, самое любимое место у людей, где, знаешь, как казинохи, закинуть в какой-то лудоманский токен новый, потом там, ну, такое там всякое, там, ну, такое-то наша тема, там, как пофармить, короче, да, как типа предоставить ликвидность, как ты там, типа а-ля в обменник или на дексы, все расиментировали, и мы выделили отдельно, еще китовый такой чат, там около 50 или 60, около 60 человек, они присутствуют, ну, и в том, тоже у них весь доступ есть, но мы их еще отдельно отделили, как бы по бюджету, по возможностям, некоторые из них топ разработчики, там, ребята типа из Ваненча, ну, то есть космонавты просто вообще там, там, ребята из там Торнадо Кэш, ну, то есть просто там, там, вот как ты сказал, есть там 100 чуваков в крипте, которые, неважно, они русские или не русские, но их знают все, потому что они переписываются напрямую с Виталиком Бутерианом, и у нас даже недавно был кейс для себя, то есть мы это делаем для себя, вот мы делаем проект, и мы залетели недавно, наш Airdrop Hunter залетел в Blacklist MetaMask, и прикинь, чувак заходит на прилу на нашу, да, открывает дабку, и у него на весь экран красным, ну, автоматом MetaMask перехватывают, и у него на весь экран красным высвечивается, возможно, этот сайт там фишинговый, ля-ля-ля, мы в шоке, что делать, ну, это что, это отвал трафика, у нас еще реклама фигачит как раз, как мы любим, у нас валит реклама, мы, мы типа, и у нас красный, вот такой экран всем привет, вы пришли на какую-то шляпу, мы срочно, в этом же чате сразу, Макс пишет, типа, пацаны, нужно срочно связь с MetaMask, с командой, кто, дайте, гитхаб, тут же, через 2 минуты, Антоха Буков, вот вам прямой контакт, сам, потом мы там, оппинговались, он сам, и они у него спросили, он подтвердил, что да, она знает, все, мы с ними работаем, это типа, ровные чуваки, через 2 часа вопрос решен, мы в белом листе, все, типа, это, это на сколько денег стоит, вот сколько такое может стоить, бесценно, бесценно, слушай, это годы, это годы репутации, это значит, что это не деньги, это репутация, это вот, это время и на работу, просто делай нормально, долго, и потом это приходит. И вот у тебя, по сути, тоже ты будешь строить постепенно, вот такое большое комьюнити, да, тут не в деньгах дело, то есть если, и зачастую, вот я хотел как бы дать вот этот фидбэк еще в другом, что иногда, у нас вот тоже неправильное ценообразование, неправильная работа, то есть иногда, вот мы не можем со всеми поговорить, и мы выделили, да, отдельно человека, нашего ропа, который проводит кэвы, с ними общается, и у нас был переход, мы сделали скидку, типа, что люди могут зайти чуть дешевле в тот чат, и чувак, как ты сказал, у него бюджет 7 миллионов рублей, он типа вкидывает там 3000 долларов, или там 4 последние свои какие-то, life savings, да, типа делает upsell, и сразу забегает туда с глупыми вопросами, а там другой вайб, там люди могут не общаться неделю, да, потому что им это не надо нахрен, они все знают, да, и вот это, вот это ты прям боль словил, вот именно так и есть, и почему я не хочу, говорю, это дело, потому что не надо рвать жопу в инвестициях, вот в крипте, это вот, знаешь, рвать жопу это лишка, вот ты должен дорасти, и потом ты попадаешь, просто слава тебе, спасибо, ты меня это, это успокоил, так это есть, да, это оно у всех, получается чувак залетает туда, и у него наболевшее, он все, он машину заложил, понял, и он сейчас думает, он залетает туда, то есть прикинь, он вот тут внизу, там типы, просто, ну я не знаю, рома там надо кештал, там просто, где-то мы, мы там просто сидим, там знаешь, там пыль, мы там пыль, короче, вот мы там чуть на плинтус забрались, а чуваки просто в аквариуме, где-то вверху, и, и залетает какое-то тело, инфузория туфелька такая, потому что ты пи-пи-пи-пи-пи на каком-то языке, и вот то, что ему там сейчас наболело, пацаны, а вот там то сделайте, я вот 100 долларов куда-то, у меня испанский стыд, понимаешь, типа, пробуксовка без подачи мыслей, знаешь, я уже не знаю, что делать, я сразу, просто блокировать чувака, ну ты что гонишь, так удаляй нахер, я ему пишу, чувак, ты что гонишь, что ты делаешь, ты попал чудом, это просто телефонная книга, за которой охотятся люди, ты просто приди сюда, и месяц молчи, просто почувствуй какой там вайб, о чем вообще там люди говорят, как они говорят, и просто слушай, не надо сразу, если ты подпрыгнул, тебя пустили во дворец, и сразу бежать к королю, и говорить, чуваки, есть тема, свиней можно, ну то есть, ты понял, ты зашел, и начинаешь им заряжать, там вообще космонавты, они тебя не понимают, они давно уже ушли из этого уровня, вот это боль, да, и как вот это все фильтровать, очень тяжело. Самая интересная вещь, мы уже несколько раз сталкивались, и продолжаем сталкиваться, я не знаю, как ты, мы поняли, что работать с чуваками, которые тебе могут за что-то заплатить, там от 100 до 1000 долларов, это вообще опасно, это опасно для своего личного пространства, и времени, потому что мне такие люди, потом начинают писать, он заплатил 100 долларов, и он считает, что я его личный ассистент, который должен заработать ему жизнь, и решите там все его вопросы, надо работать, в сегменте, как ты сказал, да, для кого вот там 50-100 тысяч долларов, это типа вообще не последние деньги, с такими людьми действительно гораздо проще, и вот последний кейс, у нас хантеры раньше стоили там что-то в районе пятерки, и вот Слава был на конференции, я хочу, чтобы ты рассказал вот эту вот историю, это прямо огонь, это вот всем надо подчеркнуть, и это прямо нас осенило, что мы два имбецила, в общем, да, подходит тип, ну конференция вот была, криптосаммит, и там, кстати, Женя был, мы там с ним встречались, да, он вышел выпуск, да, да, мы там засветились, нет, кстати, выпуска, нет, ну там Дима наш, у нас был стенд, и они с Димой там отсняли контента, мы с ним отожжем в Дубаях вместе пойдем снимать, всех там отснимем, и в общем, короче, у нас стенд все, и на стенде одна стенка, она посвящена как раз вот этому комьюнити закрытому, DeFi Hunters, QR-код, красиво, мы там с Максом космонавты, ну то есть постарались, сделали, ну и чувак подошел, а он подходит какой-то тип, ну такой взрослый, там с охранниками, видно там рядом что-то там трутся, короче, он подходит и говорит, а вот, вот здравствуйте, все, мне тут что-то рассказали, ну типа такое ощущение, что он нас где-то видел тоже, ну в YouTube, где-то знает, говорит, а слушайте, а вот у вас тут есть один из продуктов, чак вот этот, ну вот ваша комьюнити, и там, вот я перешел там, и там типа что-то цена, а-ля там то ли 5, то ли что-то там, 3000, он говорит, а на чем вы зарабатываете, в чем смысл, то есть вы какие-то там сигналы даете, или чем, или вы на нас зарабатываете, ну то есть в чем ваш бизнес, короче, я говорю, да нет, у нас это, я говорю, есть отдельная часть, то есть есть общая, вот показал ему все, говорю, вот есть вот такая, где-то еще 200 людей, да, там типа 5, а есть, или там 2, или что-то такое, проводит конференции, это вот мы с Максимом, это то-то-то, ну там человек 50, он такой говорит, ну странно, говорит, говорит, а что, а вот это сколько стоит, то есть он думает, что сюда попасть нельзя, вот именно говорит, я хочу вот к вам сюда, вот где вот эти все люди, типа, сколько такое, вот я хочу в этот сейчас, я говорю, ну вот же, типа 5, он такой раз, у него пробуксовка такая чуть-чуть, он такой, слушайте, а я думал, что это какой-то скам, короче, вот, ну то есть, как вы, Ну, вы разводите людей, потому что, говорит, на самом деле, говорит, ну, такое не может столько стоить, вот, и он говорит, если бы, говорит, если бы это стоило 25-50 тысяч, ну, или вот как 12, там, ну, то есть какая-то 20, вот как, 25 тысяч, говорит, такие люди, как я, говорит, ну, мои, там, друзья, там, типа, там, откуда-то из Владивостока, там, да, с кораблями, вот, там, с миллионами, да, для нас это было бы, ну, не так, как бы, не red flag. Стремно, да, да, не red flag, я понимаю. Да, red flag, а говорит, я сразу увидел, все красиво туда-сюда, и такая цена для вас, то есть, я думал, говорит, это вообще не ваш продукт, я думал, вы рекламируете какую-то херню, типа, очередную, там, что вот, ребята какие-то пошли, реклама, там, сигналы, или там, вот, нейромаркетинг, или нейр, что там, сейчас, говорит, и вот это дает сигналы, там, а тут оказывается, ну, типа, говорит, реальные люди, контакты, я им показал, говорит, это же, говорит, как клуб, говорит, вот, там, вот, у Портнягина клуб, или есть, там, еще, зарубежный, это он мне привел, там, например, или какие-то Атланты, там, или еще, он говорит, это, говорит, ну, должно стоить больших денег, потому что, говорит, это же нетворкинг. То есть, это, получается, я получаю все телефоны, ну, то есть, доступ к этим людям. И я могу потом выйдет у меня какой-то проект, я могу с ними пообщаться. Вот захочу я строить DEX. Я пойду, спрошу там у Антона, там у еще кого-то, там Uniswap, туда-сюда. Мне дадут обратную связь. Меня, может быть, отговорят, и я сэкономлю 2-3 миллиона долларов и время. Говорит, вот сколько такое может стоить? Ну, я, может, говорит, мне 2,5 тысячи долларов или 5. И он так со мной поговорил, я такой думаю, ну, типа, наверное, да. Вот тоже ценность. То есть, для таких людей, когда дешево, ну, то есть, ты не в их цене. Они даже на это могут не смотреть и подумают, что это скамина какая-то. Вот еще парадигма такая. Я даже записал пару инсайтов. Ты, как ты говоришь, открыл карандаш и открыл заметки. Слушай, я тебя понимаю... Я тоже с карандашом сижу. Я тебя понимаю, потому что ну, это вы можете себе сейчас позволить, у вас уже сформировано. Мне, например, на старте, я понимаю, что это типа, ну, то есть, у меня была, знаешь, какая проблема? Я же ток-ток это запустил. Вы уже, наверное, забыли, как это. Мне надо было провернуть первых хотя бы 5-6-7 человек, чтобы собрать чатик. Потому что я когда сделал первые продажи, первые, я даже не собирал чатик в неделю, потому что у меня не набиралось людей. Я согласен, что надо обсейлить и надо вообще ставить такую штуку. Ну, короче, просто вот там, в вашем случае, я думаю, что это, кстати, можно попробовать, это пора. А в моем случае чуть-чуть рано. Ну, я так читаю, может быть, это, знаешь, там, как это... Как сейчас говорят инфо-цыгане, ограничивающие убеждения. Вот. Надо маткой подышать. Ну, что, все закрыли эту тему. Что, не будем мусолить? Давай дальше. Да, давай. Последний момент интересный, что так тебе, инсайд. Мы туда добавляем не всех за день. Конечно. А, так оно и есть. Слушай, а это исключительно в этом и ценность, на самом деле. Это даже не обсуждать. Есть некоторые ребята, которые там составляют базу или кто-то туда добавил первенечное, потому что нам это интересно. Я тебе историю расскажу. У меня со мной приключилась, опять же, на ВИД-саммите. Меня это поразило. Вы, не знаю, знаете, есть такой чувак Крис Уильямсон. У него что-то там 1,5 миллиона подписчиков. Короче, есть лига топ-1 подкастеров в США. Это там Алекс Фридман, Роган, Крис Уильямсон, Том Блё. Там и еще, еще забыл. Ну, короче, пару человек. И на этом ВИД-саммите была конференция ютюберов для ютюберов. И просто с Крисом Уильямсоном все встретились вот так в коридоре. То есть, прикинь, чувак, который там полтора миллиона подписчиков и все делает, он... Ну, мы в коридоре встали в кружочек и общаемся. И он говорит, он говорит, интересную штуку. Вы знаешь, у меня за... Я за последние типа три месяца заработал больше, чем за предыдущие три с половиной года. У меня типа все прет и так далее. А рядом стоит чувак такой, ну, простенький, да, как бы, типа, обычный парень. И говорит, слушай, Криса, я тут сделал такой-то проект, там, то-то, то-то, то-то делаю. И Крис его спрашивает. И говорит, и слушай, а вот как мне, типа, там, сделать то, сделать все и прочее? А Крис его спрашивает, чувак, а сколько ты зарабатываешь? А он говорит, ну, там, пару миллионов долларов в месяц, типа. И Крис такой, что ты меня спрашиваешь? Говорит, ты зарабатываешь гораздо больше, чем я. И это было таким уроком, что, ты знаешь, мы сейчас переходим в такую... Вот я просто на этом транзишене сейчас нахожусь, ну, и вот вы в этой лиге, где медийность и социальный капитал и нетворкинг порой более цены, чем бабки. То есть, как бы, как будто бы бабки заработать проще, чем заработать вот этот социальный капитал. И поэтому я понимаю, почему, Макс, ты говоришь, что вы туда добавляете людей про, как бы, не только за деньги. Потому что это, как бы, ну, деньги тебе могут сэкономить какой-то путь, но очевидно, что, вот, ну, как бы, некие, некие там заслуги, да, какие-то либо бизнесовые, даже не обязательно медийные, да, какие-то вот там вклад, это порой даже более ценно и создает большую ценность, чем знание, да, чем просто когда чувак заплатил бабки. Да, как-то так. Да, крутяк. Слушай, на самом деле мы уже наснимали час... Ну, все прекрасно, час десять. Одиннадцать. Хорошо сидим, вот. Такие основные крупными мазками я вопросы, если честно, задал, вот, то есть, которые... Если у тебя сейчас какие-то есть там вопросы, ты тоже можешь там у нас что-то спросить, там, допустим, такого из актуального. А, вот, слушай, по штатам, вот, ты сейчас... Во-первых, ты в Кургосветке... Давай вот этот проект, вот. Я у меня тут записано было, я уже подначеркал все. Про вот эту твою историю с Кургосветкой. Вообще, когда ты ее задумал, ты сейчас ездишь, и я вижу, что ты постоянно еще успеваешь работать, и вот поделись впечатлениями, сколько ты уже объехал, что тебе больше всего удивило, что ты, как бы, вообще не ожидал, и самые такие интересные какие-то вот события, моменты, что сейчас у тебя, как бы, вот из такого новенького, из этого всего. Слушай, сама Кургосветка задумалась случайно. У меня просто была идея пересесть земной шарик, условно, из Дубая в Дубай. То есть у меня не было задачи, знаешь, посетить какие-то все маршруты, и задача замкнуть. И, в принципе, я его замыкаю, потому что маршрут у нас был очень простой. Мы полетели в Турцию, из Турции на Кабу-Верде. Это маленькие острова рядом с Африкой. Оттуда перелетели в Панаму, там, чуть-чуть в Венесуэла, Доминикана, и высадились в Америке. У меня такая Кургосветка получилась по Америке. Я проезжаю Америку, и дальше я вот сейчас вылетаю на Бали, и из Бали возвращаюсь в Дубай. В чем идея? Запрос был непосредственно понять, как живут люди. Я, ну, знаешь, появилась возможность, короче, попутешествовать. Во-первых, это вопрос детей. То есть у меня ребенку одному сейчас 4 года, второму там год. И у меня осталось примерно полтора года, когда я могу путешествовать в таком формате, потому что, когда у тебя будет школа, может быть, опять же, это мое ограничение, но там все-таки детям нужно социализироваться. Я даже вижу, как там сыну тяжело сейчас 4 года. Знаешь, как это мы вспоминаем американские фильмы, где говорили, что, да вот, мои родители постоянно переезжали, у меня не было друзей, у меня там школа, туда-сюда. Я даже вижу, как ему, хотя мы сейчас для него в 4 годика главные там друзья, как ему тяжело и как он кайфует, когда он встречает какого-нибудь русскоязычного ребенка, он ему что-то рассказывает с ним прочее, когда мы приходим в гости, они там играют с какими-то ребятами, то есть у него в 4 года сейчас нету особо друзей. Ну, то есть это куча сложностей. И идея была посмотреть мир, почему понять, где вообще жить, потому что, помимо того, что я считаю, что главный навык, который нужно сейчас приобрести, это английский язык, все остальное фигня. Вопрос, где будущее детей? То есть, с одной стороны, мы с вами выросли нормальными людьми, отучились там, условно говоря, в московских школах, в российских школах, там университетах, что-то делали, там предпринимали, но с другой стороны, как будто, знаешь, хочется какую-то другую лигу. Хочется, вот ты в Америку приезжаешь и понимаешь, тут вообще, как тут все работает, другая экономика, другая, тут куча проблем, куча проблем других, но здесь все работает по-другому. И получается, ты выбираешь, куда тебе, где жить, вот прикинь, если мы такие берем по умолчанию, что у нас типа там, Москва не работает, вот мы просто говорим, ну все, типа, Москва, Питер, типа, мы в РФ там не хотим. Что у тебя остается? У тебя остается СНГ, оно не работает. Ну, не работает, сорян, как бы там, наверное, учиться в школе, в университете где-нибудь там, в Армении, Грузии, где-нибудь, я при всем уважении к странам, ну, наверное, не суперкрутая перспектива. Типа, Азия мне не близка по духу. Ни Корея, ни Япония, ничего. Ни Таиланд, ни тем более. Европа, нет, я ее не понимаю, она очень медленная, там все, ну, это музей. Музей, туда классно умирать, приезжать, там, после 70 лет отдыхать в Чили, ходить по Женевскому озеру. Мена, арабы, круто, но я не могу там находиться больше, чем вот с ноября по март, потому что нету воздуха, херовый воздух, херовая вода, херовые продукты. И как бы жарко, да, бизнес хаб, да, прикольно, но все искусственное, артифишиал. Канада с Австралией, ой, Австралия с Новой Зеландией, это вообще какой-то для меня другой мир. Я там не был, но это точно хочу попасть, мы буквально вчера обсуждали, потому что в Австралии, оказывается, это может погуглить, и, ребят, прикольно вам будет. Есть забор, короче. В середине пустыни Австралии есть забор, причем в несколько этих ракурсов. Какой-то мифический забор, который простирается через всю Австралию, куда никого не пускают. И там начинаешь гуглить на Ютьюбе, реально какие-то теории заговора, вообще другой мир. И плюс мне вчера из Австралии написали, плюс мне еще вчера там написали по идее мобильного приложения для Австралии. Там оказалось нету сервиса по поиску уборщиков. Типа, вы знаешь, как у нас есть там ремонт, как он этот забыл сервис. Короче, как Яндекс, как профирую Яндекс Мастер и Юдуб, там этого нет. Я думал, это есть типа в ЮАЭ, это есть в Америке, это есть в России. И оказалось, что этого нет. Вчера вот пришел запрос. Чист говорит, слушайте, вот есть такая проблема, не можем решить, помогите на Прилу. И у тебя остается что? У тебя остается Латинская Америка? Нет. Ну, она мне просто не близкает, надо говорить на испанском. Да, Бразилия, Аргентина, надо говорить на испанском. И у тебя остается что? Америка и Канада. И у меня был запрос понять, что такое Америка. Вот я проехал всю Америку с Бостона. Ой, я высадился в Майами, два месяца я ехал до Бостона, это все восточное побережье. Я не знаю, сколько штатов. Восемь, десять хреново, знаете, я не считал. Но городов много. Мы ехали, знаете, жили по три-четыре дня там, по неделе в каждом городе. Потом мы перелетели на Аляску, ну, то есть взглянули в Чикаго, перелетели на Аляску, высадились и высадились на западе. Солт-Лейк-Сити, Лас-Вегас, Сан-Франциско, Л.А. Вообще другая экономика. Вот слетал в Сиэтл. Другая экономика, другая страна, другая часть мира. То есть каждый штат живет по-своему. И еще я слетал в Техас. Это вообще третья Америка. Запрос, понять, где жить и где дальше хочется быть. Вот я тебе так скажу. Я понял, что я точно хочу делать бизнес в Америке. То есть я точно хочу здесь развиваться. Мне офигенно это комьюнити, как оно здесь есть. Это другой уровень комьюнити. Это все, что вот мы делаем в России, умноженное на 10, а иногда на 200. Понимаешь? То есть в России в русскоязычном сегменте. Но я пока не понял вот с точки зрения детей, жизни. Вот это много нюансов. И это вопрос даже не в деньгах, а вопрос в том, как работает система страховок, медицины, образования. Потому что куча проблем. Ну то есть знаешь, ты здесь сталкиваешься с другими вещами, например, с пропагандой гомосексуализма в школах. Ну вот я как бы как человек из советского пространства, из советского, из традиционных ценностей, да. Я, например, не хотел бы, чтобы мой сын там читал книжки про маленького принца, где они там геи какие-нибудь. Ну это беда. Сорян, как бы, чуваки. Какие-то вопросы там с питанием, да. То есть здесь культура питания и продуктов, она вне дома, она отсутствует. Ну то есть кругосветка мне сейчас, знаешь, она такая, она расширяет границы. То есть американский маркетинг, который работает по-другому, здесь по-другому работают воронки продаж. Здесь вообще культура продаж круче, чем наша. Здесь другая система банковских карт, другая система крипты. Вот ты представься, что ты, вот смотри, я когда бронирую что-либо, я звоню по телефону и диктую все данные своей банковской карты, включая CVS, даты, индексы. И я знаю, что меня не заскамят. Потому что если меня заскамят, мне, во-первых, деньги вернут сразу банк вот так по щелчку, а во-вторых, их как бы посадят. Вот прикинь себе штуку, вот Серега и обсуждали, это владелец студии, где я сижу. Он барыжил компьютерами одно время, когда начинал на карьере. И прикинь себе, он на свою карточку на банковскую проехал по ряду магазинов Best Buy, это как у нас там Эльдорадо, Мвидео, всякая фигня. И накупил в одном салоне три компьютера, в другом там пять, в другом прочее. Общая стоимость компьютеров была 100 тысяч долларов. Затем, он, короче, они у него все лежали в тачке, он вышел в магазин, у него эту тачку открыли, вытащили эти все компьютеры, закрыли машину и уехали. Он заполнил полис-репорт с подтверждением этого видео, что у него украли эти компы, и ему страховая банковских карт банк вернула все 100 тысяч долларов на карту до копейки. То есть ты вдумайся, ты купил компы в 10 магазинах, у тебя их украли, и тебе вернули бабки. То есть, понимаешь, тут все работает по-другому. То есть здесь есть как плюсы, так и минусы, и я для себя пока не понял ответа. То есть у меня сейчас, знаешь, есть запрос, очень тяжело путешествовать, очень, как ты говоришь, тяжело работать, тем более я иногда летаю по Америке, я иногда исчезаю из медиапространства, потому что, знаешь, это каждый раз грань. То есть ты путешествуешь, тебе надо посмотреть, и как люди живут, а тебе надо поработать. Я порой, вот, я, знаешь, все большие города я пропустил. Я в Нью-Йорке три недели работал. Я в Л.А. вообще не вышел, я Л.А. не видел, потому что я работал. Но я там видел другие вещи, там вот Сан-Франциско погрузился. Но это такой, знаешь, это ресерч, и, наверное, должно пройти время, чтобы это все улеглось в мозгу, и ты как-то это понял, что это происходит. Потому что, короче, знаешь, вот приехать в Америку в один город, или там, приехать в Америку в Майами и пожить здесь два месяца, и сказать, что ты понял, как живет Америка, это вообще ничего не значит. Потому что Майами живет по одному, Нью-Йорк по другому, Бостон по третьему, Аляска по четвертому, Солт-Лейк-Сити по пятому, Л.А. это вообще другое, Сан-Франциско, даже разные регионы другое. И запрос был понять, вот, что больше подходит для меня. Пока ответа нет, но я думаю, что со временем, я сейчас говорю, это, ну, поделюсь, и там, и в Москве, и в голове дорастет. Поэтому пока я сейчас в Дубай, с 20 ноября по 20 марта мы будем в Дубае 4 месяца, ну, с какими-то перелетами, там, локальными. А дальше посмотрим. То есть, вот сейчас еще запрос, знаешь, отправиться дальше в Канаду посмотреть, и цель Австралию. Реально, вот, как будто меня, знаешь, такая, вот у вас есть знакомые, которые жили в Австралии? У меня там 2-3 человека, которые вообще там были. Это, как минимум, вообще что-то, понимаешь, другое. Мы все были на Бали, но Бали это остров, это как бы близко к Австралии. А это вообще, может, мне в Австралии понравится, понимаешь? И кто его знает, что там будет. Я, знаешь, у меня с папой был разговор, я сейчас родителей привез в Америку, вот тут на месяц. И мы поняли, что на путешествие, на вот эти эмоции, деньги тратить вообще, типа, не жалко. Знаешь, на те деньги, которые я потратил за всю эту кругосветку, можно было недвижимости купить, или тачек, или несколько ламборгини, ну, то есть, вообще, типа, но это несравнимо, то есть, вот этот опыт, там, 7-8 месяцев путешествий и какие-то материальные вещи, это вообще, типа, я даже не могу просто это сравнить. Ну, конечно, это как несколько жизней, то есть, ты, насыщенность жизни, это вот как мне нравится, как Олег Турбасов говорит, да, он говорит, вот я сейчас дошел до такого состояния, что у меня теперь задача прожить максимально большое количество счастливых дней. И это не всегда про деньги. Он говорит, вот если у тебя есть 6-7 миллионов рублей дохода в месяц, то ты же, ты входишь, типа, там, в 0,5% типа, жителей самых богатых, там, типа, не только России, но в целом и мира. То есть, это почти, ну, по-старому, почти 100 тысяч долларов в месяц. То есть, это огромные деньги, и когда ты уже закрыл, ну, там, все свои потребности, плюс-минус, то и с собой ты ничего не заберешь. Поэтому, действительно, кто может путешествовать, есть пока здоровье, да, и это точно нужно делать, нужно летать, там, если кто-то учится, значит, выбирать, там, три месяца, да, за три месяца тоже можно. Да, и учиться, да, конечно, конечно. Слушай, ну, клево у нас получился такой, типа, да, разговор про все, и за жизнь, и за то, и за сего. Пишите в комментариях вопросы, кому интересно, что узнать, если, ребят, я вам зашел, там, в вашей аудитории, да, и кто-то смотрит, какие-то комменты, мы сделаем второй раунд, вот, и посмотрим, раскроем более профессиональные темы. В общем, ребят, самое главное, у меня появился духовный ментор, и самое главное, больше улыбаться. Вот запомните, вот мы за этот подкаст очень мало улыбались, потому что, я расскажу историю, тебе тоже инсайд, может быть, будет интересно, для меня было открытие, я считал, что я самый умный, и все знаю, когда ты держишь ровно осанку, и улыбаешься, улыбаешься, да, вот у тебя лицо улыбка, это на подсознании, на подсознании, в твой мозг идет импульс, что у тебя сейчас все хорошо, и твой мозг действительно запускает все вот эти процессы, которые тебя кайфуют, поэтому улыбаться, это не только красиво, и выгодно, потому что, когда ты с человеком улыбаешься, он открытся, сразу к тебе становится, это еще и полезно, ребята, поэтому улыбайся, финансово полезно, ну вот и ты про это тоже написал сегодня, что мы тоже с Максом до эфира это обсудили, люди, которые делают свою morning routine, типа там, что-то стоят на гвоздях, там в душе, танцуют, йога и так далее, зарабатывают так же или меньше, чем те люди, которые сосредоточены чисто на объебывании, на зарабатывании денег, поэтому тут кому что? Хорошая штука, на этом мы закончим, занимайтесь тем, что вы любите, потому что то, что можете сделать вы, не сделает никто, пока-пока.